Всем огромный-преогромный привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Алюне и Катюня «Всё просто», хотя далеко-далеко не просто всё у них. Ну и мы с вами об этом знаем. У них сегодня новый влог. У нас начались дожди и не дают работать на участке. Вот такие вот противные дожди, что не дают нашей парочке кубанской работать, только поберушничать. Кстати, опять закреплён комментарий с картой. Кто хочет поддержать канал, ну, чтоб переслали на Сбербанк. А поддержать канал как? Или поддержать желудки кубанские, а? Да, позорники вы! Прелесть прелестная! Ну, про прелесть прелестную я расскажу позже. Ну и вкратце немножко пройдусь по ролику. Алюня у нас сегодня спалилась Колей. Она дала индюшиную ветчину коту, а Коля сказал, вот это да! Ничего себе ветчина! Значит, такого не бывает! Вот! Ой, ребят, ужас какой! На доске резала сыр сегодня, колбасу, ветчину, хлеб. Потом всё это дело закончила резать. Технической ветошью вытерла доску. Этой же тряпкой нож и прилепила к магниту. Караул, ребят, караул! Алюня, ты же у нас позиционируешь себя такой чистюлей! Это что я увидела! Дальше, ребят, дождик капает, работать не даёт. Смотрит на водосток и говорит. Это бесплатная вода дождевая. А перед этим только что подарили гору деревенских яиц. Она сказала, чтобы купить, да? А женщина деньги не взяла. Типа подарок. Ну, наверное, за юбилей, что ли, опять бесплатно. Вот что, ребят, значит мировая известность. А ей вода с неба бесплатна и яйца от кур. И, ребятушки, новое слово вылезло у Алюни. Прелесть прелестная. На все цветы так говорит сегодня. Вот. А можно ещё масло масляное? Ну, наверное, просто не догадалась Алюня. И всё. Уволила она меня, ребятушки. Даже ничего про меня не сказала, что я обзорщица. Теперь, говорит, некоторые. Понятно? Вот так вот. Некоторые говорят, что у них искусственные цветы. Ну и что Алюня всякие любит. А обзорщицей меня не назвали. Но про цветы ответили. Всё, ребят, мне придётся теперь сидеть и плакать, и думать, что я не так сказала, что про меня не вспоминают, а говорят только некоторые. Ой, ребят, дальше грязь, грязь, капает, капает, капает сыро, сыро, сыро. Что поделаешь? Осень, осень. Ой, Алюня уже три месяца пялится на соседские груши, которые те не едят. И тут сказала, подарите нам груши. И то правда. Оля просто сердце себе всё порвало об эти груши. А ещё, ребяточки, новость. Оказывается, у стебля растения не высота, а периметр. Вот так. Но ей же лучше знать. Она агроном. Ой, она не агроном, она же медсестра. Ой, да какая она медсестра? Она про кювес ничего не знает. Тогда кто же она? Ну, просто женщина, у которой всё время какие-то там делишки. Есть деловые женщины, а она у нас делишная. А мошки летают, а мошки летают. Если мошка летает, то будет, значит, тепло. Видно, не видно, видно, не видно. Это не дождь, это мошка. Это, ребят, просто капец. И тут пришёл котик Семёшка, и Оля говорит, вот он наш друг Сидцевый. Вообще-то, друг бывает Сидны, ну, по аналогии с вкусным хлебом. Ой, Алюня, Алюня, совсем мозги от дождя размокли. Дальше рассказывает, а сама весь ролик всё слюнями захлёбывается. Это потому, что хорошо поели, скоро ещё перекусят, а потом и, наконец-то, пообедают. А что жить впроголодь? И правда. Алюня, ты помедленнее. Я записываю. Алюня, значит, диктует список, что сегодня съел котик Семёша. А как вы думали, осенью в ноябре всегда инвентаризация. Нужно всё посчитать, всё учесть. А то так котик и разорить же может. Да что ж такое, опять Оля навалила себе закусок. Кофа с сахаром и молоком. Нам сказала, чтобы у нас обед был простой, обыкновенный. Ну, вот прям обидно. Мы тоже хотим дорого-богато. Сидит, карбонат трескает. А нам по-простому. А для того, чтобы кушать вкусно и богато, надо бы, чтоб донатики капали. Нет донатиков, ешь хлеб и воду. Всё просто. Просто отправили Алюне тысячу в подарок и пошли чаю с хлебом чёрным откушали. От вас не убудет, а Алюне приятно. Опять же ветчинку купит себе и котику. И вот уже минут пять Алюня попрекает котика, что жизнь у него удалась. Просто котик понимает. Сейчас съёмки закончатся. Опять ему накрошат в миску хлеба и наступят опять у Семёши серые будни. Котик, ты не капризничай. Покрошенный хлеб – это не так плохо. Вон звезда Ютуба Уралочка, она этим вообще гостей кормит. Так что не капризничай. Жри, что дали. Блюдо-то грузинское. А дальше начались странные дела. Семён поцарапал Алюне своей рукой. Опаньки. А вот и побочка от светофорной колбасы. Лапы превращаются в руки. Алюня, осторожнее, а то руки-то твои могут лапами так же стать. Ой, ребят, с этой Алюней упасть можно. Дальше показала, как складывать яйца в футляр. И сказала, что вот не работали, полдня завтракали, плохая погода, работать нельзя, теперь полдня будут отдыхать. Да и то правда. От работы кони дохнут. Праздник продолжается. Какая нафиг работа? Дальше Алюня прощается и желает всего самого-самого хорошего. советует писать комментарии и ставить лайки. Она забыла сказать. Будут деньги, высылайте. Ну, ничего. У них сегодня закреплённое объявление с номером банковской карты есть. В начале комментариев и в конце. Молодцы. Да чего уж. Лепите и третье в середине для красоты. Оставшиеся две минуты нам показывают лужи с бесплатной водой, мошек и на прощание во весь экран бонусом котик Семёша. Ну вот, можно было сделать фотку Семёна и стоп-кадром разместить на тридцать первую минуту. Зрители были бы рады и злобных комментов не было бы. Ой, ребят. Часть вторая, она же окончательная. Тут и сказке конец. А Алюня молодец. Ой, ребяточки. И, по-моему, я ещё пропустила один момент, где Алюня рассказывала про курящую молодёжь. И так возмущалась, так возмущалась, что прям хотела сделать замечание. Но бабушка её остановила, чтобы Алюня не лезла. И правильно, чё лезть и сунуть свой нос туда, куда не надо. У детей есть свои родители, а ты разбирайся у себя под носом. В общем, ребятушки, буду заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok